У меня доклад сегодня о гравитационной волне, в сравнении с событием, которое произошло, как раз зарегистрировали гравитационные волны, в сравнении со взрывом сверхновой звезды, суперновой, 1987 года. Ну, вначале все-таки хочется несколько общих вещей, может, я немножко повторюсь. У меня твердое убеждение, вот первый доклад как раз был, вначале я говорил, что новую теорию, новые законы можно открыть при помощи нового мировоззрения, который я вкратце еще раз повторю, есть у нас космос, за окном, звезды и так далее. Единственное свойство, все мы объединяем в космос, единственное свойство у этого космоса то, что он существует, то, что он движется, и описываем движение этого космоса энергетически, все этим сказано. И единственный процесс, это то, что я сейчас говорю, это нужно будет для понимания. И если мы вот это, такое будет у нас мировоззрение, такие мысли, такое мышление, и все будет очень просто. Гравитационные волны, это пустяки. Это вот сейчас мы вместе поймем. Значит, в космосе, там, происходит единственный процесс, это конденсация барионной материи. Ну, или, по-молучшему говоря, конвергенция. Есть у космоса плотность, в первом докладе мы обозначали. К какой-то точке сферическая, есть конденсация и конвергенция. Сферическая в точку. Это фундаментальный процесс в этом космосе, единственный. И, исходя из плотности, что может здесь получиться, это постоянная планка. Это квант действия. Плотность космоса такова, что может получиться только постоянная планка. Далее. Вот доклады интересные сегодня. Мышление, сознание и так далее. Почему-то нам, людям, кажется, что мы сначала создали нас, а потом уже остальной мир. Почему-то кажется, что почему-то он нам не подчиняется. Ясно, что мир, он был всегда, он существует и будет всегда. А сознание появляется только на каком-то этапе. Локально, ну, скажем, в данном случае на Земле оно появилось. Ну, в других местах, видимо, появляется. Это следующая история, да? И вот, исходя из этой теории, из этого мышления, всё развитие Земли, человека, животных направлено на то, чтобы создать мозг. Нам только кажется, что мы кушаем, питаемся, двигаемся для чего-то, для своего существования. А всё, вот исходя из этой точки зрения, всё направлено, чтобы дать информацию для нашего мозга, чтобы он мыслил. Но мы же прекрасно понимаем, что если у нас мозг не работает, то нет сознания и нет человека. Без сознания нет человека. И интересно, что вот ясно, что мышление есть энергетический эквивалент, как у космоса, я говорю. Можно и сознание описывать с помощью движения энергии. И вот расчёты, я, конечно, таких расчётов касаюсь, ну, сбоку, но, тем не менее, мне тоже интересно было, этот расчёт я производил для мышления, вот той энергии, которую мы получаем с пищей, из воздуха и так далее, не хватает на несколько порядков. Наш мозг только оперативная память. Для того, чтобы он мыслил, надо, чтобы он подключался к космосу. Это вот из этой теории можно однозначный вывод сделать. Всё направлено для того, чтобы человек, его существование, для того, чтобы создать его мозг, всё развитие на Земле происходило биологическое, чтобы мозг подключился на каком-то этапе к структуре космоса. И когда он отключается к структуру космоса, перестаёт мыслить, ну, нет человека. Это вот такие общие вещи. А вот, подступаясь к гравитационным волнам, мы никак не минуем принцип Маха. И вот интересная вещь. Да, все слышали про принцип Маха, и Эйнштейн был за него, сейчас мы его проясним. И он даже писал, что без включения принципа Маха нельзя создать объединённую теорию, теорию относительности и так далее. Наверное, интересно, да? Вот на каком-то этапе принцип Маха пропал. Никто его вот здесь, на конференции, не вспоминает и уже энциклопедия наша, и советская какая-то. Так просто говорить, ну, расплывчато. Вот принцип Маха, его нельзя объяснить и так далее. И ни в одной теории он не присутствует. А всё-таки интересно, почему так происходит. Если мы вообще, вот, в принципе, Маха, это, с моей точки зрения, это символ глубины нашего понимания, вот, космоса, что ли, нашего мира. Если мы его поймём, то остальные теории, всё движение, масса, материя, всё легко находится. И всё-таки я вот это выступление хочу посвятить вначале принципу Маха, и потом уже коснуться сравнения гравитационных волн и взрыва сверхновой. Что такое принцип Маха, да? Это, когда мы что-то, вот, стоит, скажем, что, я пытаюсь его сдвинуть, и он сопротивляется. Так же дверь, камень, вот я его бросаю, и вот он вроде стоит, даже мышка, любая эта материя, скажем, да, если обобщенно вот этот монитор, эта материя массы, массу имеет, если я пытаюсь его сдвинуть, оказывается сопротивление. Это фундаментальное свойство массы материи, его инерция. И Мах говорит, что вот это сопротивление массы связано со звездами, с космосом, что звезды каким-то образом влияют на материю, и оно оказывает сопротивление. И еще вот наглядно, принцип Маха, если мы хотим наглядно показать, мы все когда-то вот катались на чертовом колесе. Я, например, в Казани, в большом городе всегда был парк Горького, и там в Москве, оказывается, тоже чертовое колесо называлось, в Петербурге, я не знаю. Это такой диск, да, если кто не представляет, обитый бархатом, и туда, значит, молодежь запрыгивает, сядется, и он потихонечку начинает крутиться. Это для смеха, да, было сделано. Крутится все быстрее и быстрее, и люди в смешных позах выскакивают, оттуда, значит, вылетают, ударяются на подушки и так далее. Спрашивается, что нас вот удерживает, колесо уходит, а мы почему-то остаемся. Вот в этом и заключается принцип Маха. Способность человека, но в данном случае материя, сохранять свое положение. Мы пытаемся, не мы, конечно, не сознание пытается, вот материя пытается сохранить свое положение. Если бы был там камень, случилось бы то же самое. Но интересно другое. Иногда вот кто много катался на этом кресте, и это в природе довольно часто возникает, скажем, два поезда встречаются, да, и мы сидим в одном поезде, а рядом трогается другой поезд, и нам кажется, что двинулись мы. это вот как раз относительность движения соблюдается. Или особенно весной, да, мы иногда смотрим, ну вот, облака летят, и это самое, прорези, что ли, да, в облаках, и там звезды. Облака двигаются, сильный ветер, особенно это осень, ну, весной тоже происходит. И когда мы отрываемся от земли, смотрим только вот эти проблески на звезды между облаками, и нам кажется, что двигается небо, облака стоят на месте, как будто все крутится вокруг нас, Вселенная. Такое впечатление возникает во многих случаях, у многих это возникало, наверное. Если вернемся к чертовому колесу, оно тоже возникает. Вот я тоже несколько раз катался, и на каком-то этапе, да, обыкновенно это мы крутимся, и ясно, что мы вращаемся относительно там людей, стены и так далее, но на каком-то этапе, и, может быть, когда сознание человек немножко, голова начинает кружиться, кажется, что ты сидишь на месте, а вокруг тебя крутится здание или вся Вселенная со звездами. Такое еще не возникает. Вернемся к принципу относительности. Он говорит, что движение всегда относительно. Скажем, вот это колесо, оно может стоять на месте, крутится весь мир. Или же крутится колесо, стоит мир, да, на месте. А принцип относительности, это всеобщий принцип. Спрашивается, какая разница, крутится ли вот это колесо, это один вариант, нас выбрасывает. Мир стоит на месте, да, он в покое. Или же колесо стоит на месте, в покое, но крутится вся Вселенная. Между ними какая разница? принципиально никакой разницы нет. А событие одно нас выкидывает с этого колеса. И получается, что, видите, наше объяснение этого мира совершенно асимметричное. Мы одно и то же событие объясняем, можем объяснить по-разному, крутится колесо или крутится мир. ясно, что Вселенную мы колесом можем закрутить. Ясно, что Вселенную мы закрутить не можем. Это она бесконечная, какую энергию надо? Колесо не инерциальная система отсчета. Ну, мы обсудим. Не распространяется принципа, простите. Вы ошибаетесь, да. И еще, нет никакой разницы вращение или поступательное движение. вообще нет механического движения. Мы к этому подойдем. Ну, перебивая. Хорошо, мы обсудим это все. И вот, нет никакой разницы. Пять минут еще. Ну, вы флешку устанавливаете пять минут. Я это самое как говорится неинтересно. Дальше. да, мы закрутить Вселенную не можем. Да, перебили капитально. Но, перейдем к этому. Да, материально мы не можем, у нас энергии не хватит. Но, что нам мешает поставить мысленный эксперимент для проверки этого принципа Маха и все-таки докопаться до его истоков, да. поставим сейчас мысленный эксперимент. вам будет тоже интересно. Другой стороной. мы вначале сказали, что допустим описываем космос взяли какую-то точку истязающую массу размера истязающую малую в этом поле в космосе находится появилась какая-то истязающая малая масса. Что мы можем сказать о массе, о движении, о времени? Ничего другого нет. ничего не можем сказать. Абсолютно. Дальше идет вот эта так называемая конденсация, конвергенция. Мы не вникаем по закону Гарусса. Какая-то единственная процесс в этом космосе происходит. Образовалась какая-то масса. Будем считать в кавычках пока. И образовалось сознание. Допустим, это мысльный примет. И мы сидим вот на этой массе. Мы что-то допустим, даже мы ракетные двигатели придумываем. Мы пытаемся сдвинуть эту массу. Скажем, мы куда-то ее сдвинули. Мы что-то нам кажется, что сдвинули. Что-то мы можем сказать, что мы ее сдвинули, что она движется, вот эта масса. Абсолютно ничего не можем сказать, потому что у нас нет ориентиров, нет никакой другой системы координата. Это как говорит теория относительности. Мы о движении этой массы материи сказать ничего не можем. Значит, если не можем сказать о поступательном движении, обращательном чуть посложнее, ничего сказать не можем, значит, нет у этого тела скорости, нет ускорения, нет времени и так далее. Нет пространства, еще ничего нет. Далее, мы вот это самое, слушаясь масса материи, пытаемся выяснить, всегда задают вопросы, что такое масса, что такое время. Ничего нет пока. Почему мы не можем сказать, что нет массы, потому что масса без ускорения невозможно судить. Видите, время, значит, время, пространство, материя еще не появились. И что нужно сделать в этом мире, чтобы они появились? Дальше, допустим, что рядом где-то с бесконечности идет, где-то конденсируется другая масса. еще тут может ли она конденсироваться? Плотности ровно хватает только на то, чтобы звезды планеты конденсировались или дивергенция произошла ровно так, как мы видим на небе. Потому что плотности энергии этого космоса хватает только на это. Ну, как города. Рядом с Москвой еще Москва не может возникнуть, потому что не хватит ресурсов, энергии и так далее, людей. Звезды точно так же. они впитывают в себя, грубо говоря, энергию и вот с такой частотой все это может возникнуть. Это определяется однозначно только плотностью энергии космоса. Далее. Пусть вот на каком-то этапе возникла другая масса. Неважно какого. Дальше. Мы сидим здесь. Ну, система координат первая. И что возникает? Мы, сидя там, можем уже двинуться сюда, скажем, да, и у нас есть ориентир. У нас появилась система отсчета. Да, мы видим, мы движемся к этой массе, да, ну, пусть это звезда к этой массе. И что у нас возникает? Время, пространство, ускорение, скорость. Значит, для того, чтобы возникла материя, время, пространство, должна возникнуть другая материя. Осталось нам другой детали. Вот эту материю распространить ее везде. Скажем, с какой-то плотностью, куча звезд. И в нашем космосе что есть на самом деле, да, скажем, масса нашей Вселенной М. И как раз она, вот масса, плотность энергии, плотность или материи нашей Вселенной обеспечивает энергетически разность энергетических потенциалов, я тут пишу, как раз С в квадрате в нашем понимании, в вашем измерении, это скорость света в квадрате. Еще вот такой вопрос хочется задать. Ну, вторая масса подошла к этой, да, расстоянии r. у нас тут возникло время, пространство, скорость и так далее. Что изменилось в этой точке? Это вторая масса, она отсюда впитывает в себя энергию по закону, ну, меняя здесь потенциал, по закону обыкновенному дэвитерфи, ну, лучше писать разность потенциалов. Если в нашей системе Си мы пишем m деленное на gm на r квадрате. r просто. Потенциал r, это ускорение было бы r квадрате. Значит, скорость этого тела, скажем, планета двигается вокруг Солнца, скорость ускорения этой планеты надо отделить от этой планеты, она относится скорость или энергетический потенциал к космосу, к пространству.